Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Resiflop 2. Для этого, как всегда, потребуется чит и сам скрипт. Получить или скачать их можно на моем личном сайте. Как вы знаете, он уже у меня работает больше недели. Все четко. Как видите, он продолжает работу. Также здесь недавно добавилась реклама. Эта реклама вам надоедать не будет. То есть она просто вот так висит сверху. И получается снизу. И все. А также убедительная просьба. Кому не лень, или кто может, просто кликните хотя бы на одну из этих реклам. Чтобы поддерживать сайт в дальнейшем, чтобы он работал, выходили обновления. Это сделано только ради этого. Скачивание и получение скрипта не поменялось. Здесь все так же просто. Значит, заходим в эксплойты. Здесь у нас получается всего лишь два читта. Какое вам из этих читов больше всего нравится, вы его скачивайте. И используйте. Далее возвращаемся обратно. В поиске пишем Race of Lopa 2. Сейчас название скопируем. Нажимаем поиск. И сегодня буду показывать второй по счету скрипт. Нажимаем скачать. Далее. Еще раз скачать. И как видите, очень просто вам показывается сразу скрипт. Никакую рекламу толком почти смотреть не нужно. Это реклама. Она вам не надоедает. Так что все, в принципе, то же самое и осталось. Почти ничего не поменялось. Так, ладно. Заходим в игру. К сожалению, этот скрипт работает только на DLL от Krnl. Значит, чтобы включить его, заходим в настройки и выбираем Krnl. Все очень просто. Далее возвращаемся обратно. Вставляем сюда скрипт. Так, сейчас у меня этот флоп уже откинется. Но я думаю, не успею заинжектить. Короче, ладно. Давайте тогда сейчас перезайдем. Потому что он сейчас откинется. Мне сразу выкинет с игры. Значит, сейчас перезаходим. И показываю, как работает этот скрипт. В принципе, там все функции рабочие. Я проверял, все четко. Также функций довольно много. Все, отлично. Теперь нажимаем на кнопочку инжект. И ждем, когда произойдет инжект. Также DLL от Krnl использует ключ. Ключ, в принципе, несложно получать. Короче, сейчас я вам расскажу. Смотрите, вот я кнопочку инжект нажал. У меня не заинжектилось. Это ничего страшного. Просто нажимаем, значит, еще раз. И ждем, когда что-то произойдет. Короче, если второй раз у вас ничто не происходит. То есть, инжект не произошел, как видите. Что нужно делать? Нужно открыть диспетчер задач. Открывается он на кнопочке Ctrl, Alt и DLL. Далее нам нужно найти фоновые процессы. Вот здесь написано. Листаем вниз. И вот здесь у меня есть Roblox. Как видите, он мне и мешает заинжектиться. Мы его снимаем. Как видите, мне Roblox не вылетел. Далее нажимаем на кнопочку инжект. И сейчас все получится заинжектиться. Вот, как видите, получилось отлично. Так, активируем скрипт. Значит, вот в том окошке, которое появилось, там была ссылка. Вы ее копируете, вставляете в поиск в браузере. Далее проходите капчу. Потом ждете 15 секунд. Потом опять эту ссылку вставляете. Ждете опять 15 секунд. И так нужно, короче, 4 или 5 раз сделать. И все. На последний раз, короче, когда вы вставите эту ссылку, у вас покажется ключ. Вы его вставляете в это вот окошко, которое открылось. И все. И далее у вас происходит инжект. Так, давайте включаем автоколлект мани. Как видите, он работает. Отлично. Дальше. Автоклик флопа. Это чтобы с него падали деньги. Вроде бы как. Нет. Вот эта вот функция самая первая. Это чтобы падали деньги. А автофил фут блов. Это получается, когда он съел свою еду в миске. И чтобы он дальше не откинулся, это скрипт за вас покупает еду. И опять туда ложит. Как видите, он только что схавал еду. И сразу моментально еда опять пополнилась. А далее. Автофил бэйби фут блов. Это скорее всего еда для ребенка флопа, если не ошибаюсь. Далее. Автоклин поп. Я думаю, в принципе, вы знаете, что это такое. Это убрать его конфетки, которые он за собой оставляет. Вот так это назову. Дальше. Антиколд ход. Не знаю, что это за функция. Давайте включим тоже, чтобы была. Автокил. Eminem. Или что там. Enemies какой-то. Не знаю, как правильно читается. Тоже включаем, чтобы была. Далее. Смотрим, что у нас за функция есть. Автоколлект. Вен. Обэв. Эбов. Эбов. Не знаю, что это точно такое. Но это можно прибавлять. Как видите. Это, скорее всего, какой-то радиус, я думаю. Возможно, не радиус. Ну, ладно. Пока пропустим. Ну, пока пропустим. Далее. Автоколлект. Профит. Это какой-то вы получаете профит. Как я понял, с чего-то именно. Может быть. То, что вы ходите на улицу, там что-то добываете или еще что-то. Но, как видите, кстати, деньги у меня уже довольно быстро зарабатываются. И накопил, в принципе, довольно много. Так, ладно. Идем дальше. Альтер. Не знаю, что это такое. А, но это даже не активируется. Это получается под заголовок. Дальше. Автоколлект. Рейс. Альтер. Включаем. Ну, пока ничего не происходит. Окей. Фишинг. Это, получается, рыба. Можно, получается, как я понял, ловить рыбу. Да, как видите, мне сразу куда-то тп хает. И вроде бы как, по идее, должна ловиться рыба. Но почему-то анимации никакой нету. А также можно купить рыбу какую-то. Или что это такое? Или это удочка. Сколько это стоит? 500 долларов. Окей. Но почему-то не покупается, как видите. Так, давайте этой функции отключим пока. Так, и мне нужно у тебя купить что-то за 500 баксов. И почему-то не покупается. Может быть, уже купил. Странно. Короче, ладно. Включаем опять эти функции. Ну, пока ничего не происходит. Я, в принципе, особо-то и не понимаю, что здесь должно работать, что нет. Так, если не ошибаюсь, сломались все эти функции, которые у нас были включены. А, нет, все заработали. Отлично. Все, теперь он с голоду не помрет. Смотрим дальше, что у нас здесь есть. Остальные функции вроде бы такие себе. В принципе, можете их сами посмотреть. Тут не сложно. Но функций, как видите, очень много. Пуршес, это получается гуи. Ну, сам скрипт. Тут можно что-то автоматически покупать. Также, кукинг, это готовить. Бэкрумс, это что-то, по-моему, связанное с домом, если не ошибаюсь. Далее, оутсайд. Не помню, как переводится. Телепорт. Ну, в принципе, куда вы хотите, туда-то поехать. Как видите, работает. Ремоутис, тоже не помню, как переводится. Плеер став, это получается функции для игрока. Можно включить флай, анти-авк, чтобы у вас не выкидывала с игры. Скорость и высоту прыжка. Далее, настройки. Ну, в настройках тут в основном ничего и нет. Тут можно настроить, чтобы эта гуи у вас пропадала. Допустим, сделаем на букву, сейчас, на букву H. Так, надеюсь, она поставилась. И здесь также открытие скрипта на H. И проверяем. Нет, к сожалению, почему-то не хочет работать. Ну, ладно, в принципе, не суть. Сам скрипт и так по себе маленький. Вот, ну, в принципе, вот такой видеоролик получился. Скрипт довольно крутой. Кому понравилось, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.